Всем привет! Вы на канале Тойхаус. Здесь лучшие обзоры, только для лучших людей. Итак, сегодня у нас на обзоре будет вот такой интересный выпуск. Это Автолегенды номер 7 и Лада Веста СВ Кросс. На днях я снял вот эту Ниву, есть на неё обзор, можете тоже посмотреть на канале. А теперь давайте немножечко расскажу вам о розыгрышах, которые проходят на канале, потому что очень много сыплется вопросов и требуется мне отдай, 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 отдай. Ребят, понимаете, розыгрыш как бы модели это просто вам такой дополнительный бонус к видео. И всё, это как найти какую-нибудь там, я не знаю, что там, семечку золотую, да, в пачке семечек. Как бы просто вы смотрите видео и если вдруг розыгрыш состоится, то вы можете в нём принять участие. Если нет, то нет. Вы ничего не платите, ничего не покупаете, ничего не делаете, я ничего от вас этого не требую. Просто посмотреть видео и написать комментарий. Всё. И если он состоится, то состоится, понимаете. Поэтому такие условия. Просто я ставлю условия, какие хочу, как бы это же мой розыгрыш. Поэтому не надо от меня ничего требовать. Это просто, считайте, это просто вам дополнительный такой бонус к видео. Просто приятный бонус. Состоится розыгрыш? Хорошо. Но не состоится? Ну ничего страшного, понимаете. Относитесь к этому легко. Ничего делать здесь не нужно. Это же не как вы построили макеты городов, отправили мне на конкурс, а тут я раз и говорю, нет, ничего не будет. Вот это вот да. Тогда понятно дело. Либо если, например, я говорю, 20 тысяч просмотров набираем, да, а потом раз на видео набралось 19, я тут видео выкладываю. Это тоже неправильно, да, вы скажете? А так всё по-честному. Ролики у меня выходят по графику, либо через день они выходят, либо каждый день выходят. Время тоже одно и то же практически. Это где-то 6 часов по московскому времени вечера. 18.00 по московскому времени. От 18.00 до 19.00 я стараюсь в это время выложить видео на канал. Поэтому, ребят, относитесь к конкурсу как просто к дополнительному бонусу, к видео. Всё. И сегодня я также разыграю вот такую вот модель автолегенды Lada Vesta. В общем, не буду болтать. Смотрим журнал. Вот, кстати, вот так вот идёт модель в блистере вот таком вот прикольном. Ниву я еле открутил, не знаю, как это открутится, но я думаю, что всё будет хорошо. Смотрим журнальчик и переходим к модели. Итак, стоимость, кстати, модельки составляет 800 рублей, но я повторюсь, что я по подписке это дело заказываю, и мне две модели, получается, пришло за 1400. То есть на 200 рублей дешевле я сэкономил. Это уже с доставкой. Поэтому, наверное, подписываться довольно-таки, ну, выгодно получается, что ли. Только ждать долго. Вот единственное, ждать долго. 15.000 экземпляров, как и в Ниве было. Универсал начинается с кросса. Это, то есть, получается, у нас кросс-версия, она, ну, немножечко поднята. Такая вот, типа, ну, типа кроссовера, да, только на базе это сделано универсалом. Сейчас это модно, да, в какое-то время стало. Сейчас многие машины даже ларгусы делают поднятыми, я видел. Ну, много моделей делают с высоким клиренсом. Я считаю, с одной стороны, это правильно, потому что с учётом наших дорог, например, да, высокий клиренс, ну, он нужен. Во-первых, она и попроходимее становится, чем низкопрофильная такая машина. С низким клиренсом, извиняюсь. Не низкопрофильная. Низкопрофильная бывает резина. Так, вот такой вот прикольный плакатик. Яркий оранжевый, кстати, цвет у модели. Ну, не знаю. Мне так-то нравится модель. Хотя я выпускала в Эли такую модель, но она, конечно же, не в масштабе 43, а эта вот идёт в масштабе 43. Новейшая история иномарки из Ижевска. В Ижевске собирают, да, в Весты? Кто из Ижевска, вам огромный пламенный привет. Это республика у нас Удмуртия. И напишите в комментариях, собирает ли у вас там Весты. А это вот Киа. Это про Киа пишут, наверное, да? И вот про Весту здесь пишут. Киа Моторс. Собирали Киа Соренто. Вот такой вот. Такой модельки у меня нет. Я думаю, может быть, в этой, кстати, серии автолегенды выпустят. Всё-таки хочу, чтобы выпустили, например, Ланос. Было бы прикольно, да? Там, ну, ту же Нексию, Матис, например. Было бы интересно. Какой-нибудь Бумер, да? Из фильма Бумер. Тоже, ну, можно было бы повыпускать такие серии. Или вообще сделать журнальную серию кинотачки из российского кино. Было бы тоже очень интересно. Согласен? Поставь лайк. Итак, что у нас здесь по максимальной скорости? 180 км в час. Ну, в принципе-то и всё. Разгон 11 секунд. Хотите, вот, ознакомьтесь. На паузу вам поставлю. Ой, на паузу. Вот так подержу, а вы на паузу можете поставить и ознакомиться поближе, что вам может быть интересно. И в следующем выпуске мы получим вот эту Калину. Калину, посмотрите-ка. Какая-то она интересненькая. Сейчас, кстати, она называется у нас Гранта. Кто не знал, Калина ушла с рынка. Если вы мне не верите, не надо мне писать комментарий, что Калина существует. Просто есть интернет. Загуглите. Лада Калина. И там вся история этой марки есть. Она просто исчезла и появилась Гранта. Вот. Теперь эта модель называется Гранта. Можете, если даже не так вам, вы не верите так. Автосалон. Ну, берите. Автосалон Лада в своём городе. И посмотрите марки моделей, ну, марки машин, которые продают там. И вы не найдёте там Калину. Там сейчас вместо Калины продаётся Гранта Универсал. Называется она. Также есть, кстати, кросс-версия поднятая и немножечко в обвесе. Ну, что ж. Вот она модель. Сейчас её откручиваю и рассмотрим уже более поближе. Ну, что сказать. На самом деле, не зря мы ждём эти модели так долго. Диагостини, мне кажется, очень-очень даже постарались и сделали довольно-таки качественные на этот раз модели. Не знаю, как они будут со временем. Ну, вы посмотрите. Очень классная детализация. Большой значок автоваза. Видим, автолегенды на номере. Пластиковая оптика, соответственно. Противотуманочки у нас есть. Дворники сделаны у нас. Да, отдельными деталями. Посмотрите, как классно. Клёво. Рейлинги на крыше в серебряном цвете. Есть плавничок, антенна. Имитация литых дисков. Низкопрофильная резина. Вот здесь вот резина намного круче, чем у Весты. Согласитесь? Смотрите, как классно. Тоже постарались же. И вот много посыпалось комментариев тогда с Вестой, что с первым выпуском, что резина очень большая. И здесь, посмотрите, они всё исправили. Мне нравится. Зеркала у нас идут с имитацией поворотника, имитацией зеркала и с пластика они сделаны. Салон мы с вами, конечно, не посмотрим, потому что маленькие окошечки. Но я вас уверяю, в салоне тоже всё сделано на высоте. Даже есть зеркало заднего вида. Значит, здесь у нас сзади сполирочек есть. Оптика на задней части также пластиковая. Двигатель у нас написан 1.8. Lada Vesta Cross. Автолегенды. Потрясающие парктроники сделаны. Обвес хромированный сделан. Выхлоп сделан вот такой двойной. И вот так вот модель выглядит снизу. Небольшая проработочка присутствует. Здесь Lada Vesta, SV Cross, Diagostini. Ребят, потрясающая модель. Я честно советую вам прикупить, если у вас получится. Не пожалейте, на самом деле. Розыгрыш на данную модель состоится. Если, ребята, к следующему видео мы наберем 25 тысяч просмотров на этом видео. Все. Пишите комментарий. И тогда вы автоматически участвуете в конкурсе. Но самое главное подписаться еще на канал. В принципе-то и все. Давайте вот так еще покажу. Попробуем заглянуть. Ну посмотрите. Класс. Класс, класс, класс. Мне очень понравилось, честно. И вам советую. В общем-то, вот такой вот сегодня видос. Понравился. С вас лайкос. С меня видос. Всем, короче, до свидос.